здравствуйте меня зовут федор васильев давайте переходим в админку нашего сайта и в этом уроке мы с вами разберем статусы заказов вот здесь он находится кликаем сюда переходим что это за статус и зачем они нужны вы вскоре все поймете для начала нужно создать данные статусы нажимаем на кнопку создать наименование статуса заголовок мы пишем например такой в ожидании подтверждения оплаты классификация статуса у нас есть список обрабатывается проведенный не проведенный обрабатывается значит в ожидании то есть данный статус присваивается когда мы ждем оплату вот покупателя то есть он уже нажал на кнопку купить все оформил но еще не оплатил проведенный это значит что человек уже оплатил вы подтверждаете что средства переведены за товар и статус тогда при этом выбирается проведенный не проведенный значит человек ничего не сделал то есть он до конца не довел процедуру покупки не оплатил и пропал тогда можно статус сделать не проведенный то есть как бы не завершенный в данном случае заголовок нас в ожидании подтверждения поэтому мы выбираем обрабатывается также можно назначить цвет статусу кликнув вот поэтому квадратику и выбрать какой-то цвет то есть можно выбрать какой-то нейтральный например серый дальше важный момент email покупателю кликаем и появляется список мы выбираем в ожидании подтверждения мл администратору также можно выбрать то есть письмо будет отправляться вам я не вижу смысла так как это все будет в админке вами контролируется здесь нет смысла вам отправлять письмо то есть соответственно смотрите вот этот вот список да это все как раз то что мы делали с вами в прошлом уроке мы создавали письма сейчас мы создаем статус и привязываем к созданным письмам и описание статуса здесь можно прописать что-нибудь все здесь в принципе все нажимаем сохранить и создать дальше можно создать статус заказ отменен классификация статуса не проведенный цвет можно выбрать красный мл покупателю заказ отменен как раз таки письмо до который мы с вами создавали также мл администратор здесь не обязательно я считаю описание статуса заказа был отменен сохранить и создать и последний статус оплата принята классификация статуса проведенный цвет можно выбрать зеленый мл покупателю оплата принята мл администратору не обязательно описание статуса оплата заказа прошла успешно можно так написать сохранить закрыть и вот вы видите у нас вот такой список статусов да есть свой класс обрабатывается отменен проведен здесь шаблон мл то есть как раз заголовки видео здесь вот шаблон и mail в котором мы с вами создавали в прошлом уроке состояние опубликовано ну и так далее дата создания и так далее сейчас вы скорее всего до конца не понимаете зачем эти нужны статусы и как раз в следующем уроке вы полностью поймете связь созданных нами писем в прошлом уроке созданных вот этих статусов в этом уроке то есть это у нас все связано и в следующем как раз уроке мы посмотрим имитацию платежа как это все работает когда человек оплатил когда в ожидании и когда заказ отменен у нас с вами здесь осталось посмотреть вкладки которые мы не смотрели покупатели здесь будет список ваших покупателей отображаться здесь также сразу можно видеть сколько в корзине товаров список желаний и заказы можем перейти внутрь покупателя посмотреть его данные изменить отсюда прямо зайти в кладку корзина в данный момент ничего нет можно почистить корзину в 10 кнопочки очистить корзину очистить список желаний удалить заказы список желаний и заказы заказы выглядит так можем кликнуть по заголовку раскрывается список где подробно мы видим какой заказ сделан какую доставку выбрал чем оплачивал а с какого города он и так далее да и можно прямо отсюда вот по крестику удалить заказы также у нас еще осталось не рассмотрены джунгл касса платежи заказы здесь просто идет список вообще всех покупок платежей успешно проведенных или отмененных по заголовку можем кликнуть посмотреть также что за товар кто купил кликнем кликаем по другому и также здесь все видно также вот этот список он отображается на главной странице вот здесь как с ним работать как присваивать статусы и так далее все это в следующем уроке и